Это было страшно. Одну семью мы похоронили. Это те люди, которые приехали к своему дедушке в выходной день. Семья лила полностью. Дедушка остался живым. Он вышел на крыльцо своего дома встретить всю семью. Вся семья вместе с трехлетним ребенком погибли на глазах. Снаряд разорвался рядом. Все это было в течение четырех минут. Можете себе представить, что даже город узнавал об этом только по телефонным звонкам. Почему? Потому что связь сразу прекратила работать. Потому что вот эти вышки были разорваны, оторваны и так далее. Восстановление сразу пленкой. Пленкой закрывали окна. Это была такая массовая работа. Для того, чтобы закрыть пленкой, снимали с заводов полностью людей 24 часа в сутки. Зимой закрывали окна. Теплая одежда. Все, что можно было сделать. В храме варили еду. Ну, сейчас это просто, я рассказываю на словах, но если бы это понять и увидеть. Вот смотрите, сейчас идут дети, а ночью стреляли. А вот сейчас идут спокойно дети со своими родителями и так далее. Начал потихоньку район возвращаться. Ребята, которые приезжали в прошлый раз, спрашивали, а сколько стоят квартиры, да? До военных действий квартира здесь стоила порядка 30-35 тысяч долларов. Сейчас квартира стоит 8-10 тысяч. Цены поднимаются немножко. Вот с каждым годом можете себе представить, насколько это страшно и насколько это неприятно. За вот этой стеной находится рынок, который тоже очень сильно пострадал. На рынке были люди и тоже были убитые среди прилавков. Это было страшно. Всего потрачено порядка 65 миллионов гривен на восстановление. Сказать, что мы все восстановили, мы сделали то, что можно сделать. То есть поменяли людям окна, вставили стекла, ремонты в квартирах сделали. Очень много кровель было разбитых. Снаряд входил прямо через кровлю дома. Вы можете себе представить, 3-4 квартиры полностью разрушенных в 9-этажном доме. Что такое 9-этажный дом? Он не расположен к тому, чтобы по нему стреляли. Он расположен, сделан для того, чтобы в нем жили люди. И вот эти все неприятности нам пришлось преодолевать. Выселяли людей, делали ремонты в квартирах, потом заселяли людей. Лестничные площадки были разбиты, когда, представьте себе, заходите в подъезд и 4 или 3 лестничных марша просто отсутствуют, они разрушены. Сверху спуститься не могут, снизу не могут подняться в свои квартиры. Делали деревянные лестницы, по этим лестницам поднимались люди, выносили свое имущество, потом возвращались, потом мы восстанавливали эти все этажи, квартиры и все прочее. Я еще раз говорю, я очень благодарен и передайте всем, потому что любая помощь в тот момент, вот мы поняли тогда, что мы не одни в Украине. Говорить тяжело.